15 февраля ветераны интернациональных войн отметят 26-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Десятилетняя война была окончена. Накануне памятной даты в Орехово-Зуево состоялся памятный митинг. Павелев Александр и Гулин Павел. Погибли ребята в Афганистане. И два 19-летних паренька, Баланин Андрей и Плешков Александр. Они были призваны на воинскую службу и попали в Чечню. И также оба парня молодых погибли. Им было по 18-19 лет, когда они оказались в горячих точках. Для своих родных, близких и всего Орехово-Зуевского района они останутся в памяти как герои. В Куровском музее хранятся их личные вещи, фотографии и письма родным. Спим по 4 часа в сутки. Да, тяжело, но мы уже привыкли. Через 11 дней будет уже 4 месяца, как я и все мои друзья в этом проклятом месте. На этом проклятом месте Александр провел последние минуты своей жизни. Имена и фамилии этих парней увековечены в книге памяти «Сердец, оборванная нить» и на памятнике Орехово-Зуевцам, погибшим при исполнении воинского долга. О том, как было тяжело, не понаслышке знает Геннадий Панин. В 81-м году его призвали в армию. Свою службу он нес в Афганистане. Охраняли военный аэродром в Баграме. Ходили на боевые задания, в горы лазили. В первое время, конечно, было страшновато. Как говорится, только дурак не боится. А потом ничего, привыкли. Ну и, конечно, надо голову в первую очередь иметь на плечах. Не подставлять ее куда не нужно. Каждый год он со своими боевыми товарищами приходит на митинг, который организовывает Орехово-Зуевское отделение боевое братство, чтобы почтить память погибших в те годы. История, конечно, сейчас решает вопрос, нужно было вводить войска в Афганистан или нет. Но ребята, которые принимали участие, выполняли задания Родины, они вынуждены были, согласно своей присяге, давали присягу, выполнить задания Родины. Они задания Родины выполнили. Более 700 тысяч солдат и офицеров Советского Союза участвовали в этой войне. Из Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского района призвано около 500 солдат. Но вернуться домой живыми суждено было не всем. Я хочу поклониться сегодня всем тем, кто на этом монументе в списке. Хочу отдать дань уважения тем, кто сегодня в строю, кто сегодня на работе где-то, на службе, не смог сюда прийти. Хочу пожелать всем огромного здоровья, счастья, удачи и пережить эти нелегкие времена и помнить об этом на все время. Завершился митинг минутой молчания. И возложением цветов.